Всем привет дорогие друзья, с вами Джоу. Сегодня я расскажу как купать в этот бой легким способом, а не добывать железную горку, потом добывать алмаз, надо их искать, добывать обсидиан, все это целый геморрой. Это будет бой легкий способ, и его может быть абсолютно каждый. Для этого у нас есть 3 вещи. Зажигалка, кровь укра и основание. В общем, начинаем. Сперва находим мы свинью, благо у меня свиней было много, и убиваем ее. Я выбрал самый гуманный способ, просто взорвал свинью, а не резать ее, так будет намного легче. После чего мы получаем из него сало, или же кусок сала, и это будет одно из самых главных оснований, чтобы создать укра. Так как же укра мы не нашли, надо создавать своего. Мы берем все куски необходимых для созданного укра, то есть куски мяса, сала, голоса и все такое. Но дело в том, что, как мы сейчас знаем, украинцы попадают в рай. Все украинцы, кроме фашистов, попадают в рай. Для этого нам понадобится немножко фашизма. Благо, рядом со мной была могила деда Валеры, Валера фашист, он умер от пива во второй мировой. Скапываем его могилу и берем много фашизма. Также я взял еще костей и его голову, точнее, то, что осталось от головы. И пиво нефильтровано, оно не абсолютно, точнее, оно необходимо, очень необходимо, оно спасет вам жизнь, потом вам расскажу. В общем, берем все это и закидываем это все. После поджигаем и ждем некоторое время, чтобы наш укра возродился. Дальше контент для слабонервных, это очень-очень страшно для тех, у кого нервы, точнее, проявлено с нервами, я рекомендую отвернуться. Можно увидеть его за какими глазами, он абсолютно пассивный, но если вы хотите увидеть, то я лучше за цензурию, потому что мало ли мне смотрят маленькие дети и увидят такое. Господи, не дай бог, в общем, это за цензурию можно смотреть. И вот так это все выглядит, это слова цензуры, то, что она есть, и он абсолютно пассивно, надо его убивать. Я взорву, сам Магумана не взорвается. Что-то, не взорвается, походу, перегрела проводка. В общем, я починил проводку, теперь могу взорвать своим Магуманным способом. Взорваем его, это живое существование, абсолютно, абсолютно, абсолютно живое, такое, оно пассивное. И, получается, собственно говоря, вот на кровь укро-фашиста, она одна из самых лучевых, что есть, вот она. Вот вы видите, это кровь укро-фашиста. Берем, идем дальше. Итак, у нас уже готово два компонента, это сожигалка, кровь укро, и осталось только третье, это основание. Сожигалку, наверное, все знают, как это делать, википедии. В общем, основание, чтобы его добыть, это абсолютно легко, можно даже не париться, просто сделать деревянную гирку. Компаем в сам низ и добываем бедрок. Да, бедрок. Вот мы копаем в сам низ, вот копаем в сам низ, и вот тут бедрок. Нам нужно четыре бедрока, ломается он примерно в минуту, так что давайте начинать, это заметно всего четыре минуты. Как построить портал в ад? В общем, делаем небольшую яму вниз, это в одного блока хватит, потом ставим бедрок у какой-то ямы, кидаем туда кровь укро и парчиган, ждем некоторое время, и образуется портал в ад. Это будет небольшая ворота, точнее, небольшая гигантская воронка в ад, и в приливании боси, если помните, то нефильтрованное пиво, в общем, оно образуется в блок слизи и спасет вам жизнь. Так как это ад украфашиста, то немного будет отличаться от нашего ада, а именно, ну, не больше таким непримечательным, таким, таким всяким, в общем, не буду комментировать, просто посмотрите. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и... Стоп, я портал ворота закрыл. Ёба. Субтитры сделал DimaTorzok